Обычно маленький бобрёнок Нями, как и все бобры, днём спит. Но сегодня его разбудил лучик солнца. Вот это сюрприз! Нями никогда ещё не просыпался днём. Что же такого сделать? Ну, конечно. Сначала надо умыться. А что, если дать ему листочек? Здорово! Ой, да наш Нями проколодался. Где бы ему раздобыть что-нибудь вкусненькое? Мама бобриха спросила Нями. Милый, не хочешь ли подкрепиться хрустящими ивовыми веточками? Но Нями не захотел грызть веточки. Он сказал, «Нет, мамочка, мне надоело каждый день кушать одно и то же. Хочу узнать, что у других зверей на завтрак». Мама бобриха решила, что это отличная идея. Она предложила Нями отправиться в путь после заката. Но Нями стоял на своём. Они должны немедленно пойти и узнать, что едят другие зверята. Я пойду прямо сейчас. «Сегодня веточки?» «Это не еда для бобрят!» воскликнул Нями и прыгнул в воду. «Сегодня веточки?» В пруду цапля поймала рыбку и дала её Нями на пробу. Но малыш не захотел кушать такую красивую маленькую рыбку. Вместо этого он с ней подружился. «Пока, рыбка!» «Друзья, это ну никак не еда для бобрят!» Сказал Нями и отпустил рыбку на свободу. «Ага, рыбка!» «Кручку тяни!» «Кручку тяни!» «Кручку тяни!» «Кручку тяни!» Мама-мышь и ее мышата Предложили няме попробовать их любимое блюдо Вкусные зернышки Няме съел все до крошки Но нисколько не насытился Да уж, горстка зернышек Это совсем мало еды для бобрят Вздохнул няме Медведь оказался очень большим Няме изо всех сил махал лапами И прыгал вокруг него Пока медведь наконец-то его заметил Медведь был очень добрым Он поделился с няме вкусным медом Бобренок попробовал его есть Но мед оказался слишком липкий и тягучий Медведь раз хохотался Няме, ты такой смешной Похоже, мед совсем не еда для бобрят Няме стало немного страшно от такой высоты Дятел попытался успокоить его И предложил отведать личинок и гусениц Но бобренку стало еще страшнее такого угощения Личинки и гусеницы – это точно не еда для бобрят Няме даже подпрыгнул от неожиданности И он кубарем слетел с дерева Но няме повезло Он попал в паутину Запутался в ней И это спасло его от сильного падения на землю Под землей жил крот Когда няме до него добрался Тот уже был довольно сильно голоден Крот немного покопался в земле И вырыл для няме несколько червей Червячки бобренку тоже не понравились Тут нигде нет еды для бобрят Няме уже готов был расплакаться от досады Следующей няме встретилась лиса Она как раз собиралась пообедать И няме этому очень обрадовался Ведь он был так голоден Но, увы, он не знал, что любимое лакомство лисы Как раз маленькие бобрята Няме, ты такой грязный Я не могу есть тебя в таком виде Давай-ка мы тебя сначала почистим Сказала лиса Когда лиса уже хотела проглотить няме Появилась маленькая рыбка Это была та самая рыбка Которую бобренок недавно спас Рыбка начала брызгать водой в лесу Холодная вода попала ей прямо на морду От неожиданности Лиса подскочила и выронила бобренка Ура! Няме спасен! Нет, обед у лисы уж точно не подходит для бобрят Возмутился няме Он поблагодарил свою подругу рыбку И счастливый поплыл домой к маме Редактор субтитров А.Семкин Когда няме наконец добрался до дома Он радостно воскликнул Мамочка! Угадай, о ком няме рассказывает сейчас маме? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мама Бобриха улыбнулась и обняла малыша и еще долго слушала историю о его необычных приключениях и новых друзьях, цапле, рыбке, мышатах, медведе, дятле, кротике и даже о лисичке. Субтитры сделал DimaTorzok